Итак, Гелена Геннадьевна, еще раз здравствуйте в другой студии, уже студия подробностей. Сегодня речь у нас пойдет о 700-летии Сергия Радонежского и как это будет все происходить у нас в Рязань. Потому что, насколько я пока только читал в информационных релизах, что будет ожидается нечто глобальное. А давайте начнем с того, почему именно у нас 700-летие вот этого величайшего человека так вот широко будет отмечаться. Ну, вы знаете, как мы старшие поколения скажут, ну мы-то знаем, ну вот для молодежи расскажите, хотя и для самих нас тоже не лишний раз напомнить. Хорошо бы. Ну, знаете, тогда давайте начнем еще с более главного. Начнем с того, что не только в Рязанской области, конечно, будет отмечаться столь высокое событие. И 700-летие такого чтимого святого на Рязанской земле, заметите, оно будет отмечаться не только русской православной церковью, а отмечается на государственном уровне, признавая заслуги Сергия Радонежского как государственного деятеля. Именно поэтому был издан в 2011 году указ президента о праздновании 700-летия в Российской Федерации. И поэтому и светские органы власти, и вообще светское общество, и Русская православная церковь совместно проводят такой большой цикл мероприятий, скажем так, по подготовке. Потому что это в 2011 году началась очень серьезная подготовка, и распоряжением правительства Российской Федерации утвержден цикл мероприятий. В том числе, вы абсолютно правильно отметили, Рязанскую область там фигурирует. Но давайте с вами все-таки вспомним, что Рязань исторически связана с именем Сергия Радонежского. В 1385 году он прибыл на Рязанскую землю, и, как вы правильно заметили, мы люди старшего поколения, эту историю хорошо знаем, это в летописах описано. Он прибыл для того, чтобы мирить князя Олега Рязанского с Дмитрием Донским, осознавая важнейшую роль объединения русских земель. В то время Россия находилась под игом монголо-татарским. И вот в том месте, где Сергий Радонежский провел в молитве ночь, прежде чем поговорить с Олегом Рязанским, через какое-то время была построена Сергиевская церковь. Сейчас это Троицкий монастырь. Именно поэтому в этом большом сводном плане мероприятий предусмотрена позиция по реставрационным работам на этом объекте. Что радует очень. Да, объекте культурного наследия федерального значения. Порядка 150 миллионов выделено на эти цели. Должна сказать, что в 2011 году эта работа уже началась, потому что необходимо было провести, разработать на очередь проектную документацию для этого объекта. Причем не только для Сергиевской церкви, но и для некоторых других архитектурных зданий ансамбля Троицкого монастыря. Сами реставрационные работы уже идут, они по большому счету заканчиваются. И по плану работы мы за этим очень четко наблюдаем и контролируем. До середины июня эта церковь будет отреставрирована. То есть это основная позиция участия региона, такая фундаментальная, что называется. А все остальное мы, конечно, говорим о мероприятиях, направленных в первую очередь, конечно, на популяризацию имени Сергея Радонежского. Потому что, знаете, обидно, когда мы осознаем, что наши дети лучше знают какие-то выдуманные истории виртуальных героев из зарубежных мультфильмов и не знают подвигов людей, русских людей, которые много сделали для того, чтобы наше государство существовало. И вспоминая роль Сергея Радонежского, в том числе для Рязанской земли, мы же понимаем, что от того его визита, это же целое историческое событие, знаковое в целом для российской земли, для русской земли. Поскольку мы все помним следующее событие, которое на территории Рязанской области произошло, а именно битва на реке Вожи, которую, может быть, молодое поколение уже больше знает. Потому что все-таки достаточно это мероприятие у нас уже так живет и представлено. Очень многие семьи приезжают, понимают, и я осознаю, что все-таки у них откладывается в голове, что это не просто костюмированные воины, а мы инсценируем ту битву, которая явилась в генеральной репетиции Куликовской битвы. А самая-то главная роль Сергея в том, что он убедил разрозненные русские княжества, что нужно объединять, что только так можно выстоять русской земли и победить врага. Но дальше о роли Олега Рязанского очень много историки спорят. Давайте мы им это, так скажем, предоставим, пусть они с этим разбираются. Но хотя, конечно, мы понимаем, что для рязанцев Олег Рязанский – это особенный герой рязанской земли. И вот опять же все, что связано с именем Сергия Радонежского, для нас очень дорого, ценно. И вот задача этого года, чтобы молодое поколение к этому прикоснулось, осознало. И в том числе учило историю и на этом примере тоже. Вот выражаясь современным языком, значит, Сергей Радонежский в те годы выстраивал отношения между Москвой и Рязаней. И это, слава богу, удалось. Действительно, роль князя Олега Рязанского. Заметьте, он выстраивал эти отношения не потому, что он был при какой-то должности. Это была его социальная миссия, которую он осознавал. Видимо, духовная. Потому что во имя всей Руси. Во имя того, чтобы вообще не поглотили нас орды. И чтобы Русь осталась, выжила, стряхнула всех врагов. Далее, Гелена Геннадьевна, давайте все-таки вернемся к тем мероприятиям, которые будут у нас проходить. Реставрации монастыря мы вроде бы так разобрались информационно. О них подробнее чуть-чуть, если можно, мероприятиях. На что бы вы хотели обратить внимание? Ну, в первую очередь, хотелось бы обратить внимание на то, что в школах для школьников будут проходить цикл уроков, где и учителя истории, и наши деятели будут приходить и рассказывать об этом подвиге. Конечно, это экскурсии, в том числе и в Троицкий монастырь, и в другие наши учреждения, где так или иначе связаны с этим. Только большая просветительская деятельность. Большая просветительская работа, и даже вот буквально на прошлой неделе губернатор Рязанского области Олег Иванович Ковалев собирал такое рабочее совещание по подготовке к этому празднованию совместно с митрополитом. Все эта тема обсуждалась, и как раз делался акцент на массовость этого, не просто на какие-то локальные мероприятия, а для того, чтобы наши школьники знали об этом событии и имели возможность приказать, чтобы они на экскурсии. Конечно, хорошо в Москву ездить или еще куда-то, но в первую очередь хотелось бы, чтобы они все богатство истории Рязанской земли изучили. Этот год тоже будет обязательно этому способствовать. Но опять же, у нас идет год культуры. Вы знаете, тот большой проект, наверняка, который проходит у нас. Культпоход длиной в год. Он приезжает в разные муниципалитеты. Мы говорим, в том числе, о профессиональном росте работников учреждений культуры и везем наши лучшие коллективы. И вот как раз в рамках этого проекта мы тоже будем вести такую большую просветительскую работу, посвященную этой дате. Ну и, конечно, массовые события. Наверное, если так можно выразиться, такой большой сход наших сограждан предполагается в августе провести вот такое центральное уже мероприятие с тем, чтобы крестным ходом пройти от Троицкого мужского монастыря, прийти в Рязанский Кремль, там провести и литургию праздничную, причем с участием очень почитаемых чинов Русской Православной Церкви и наших соседей из других регионов. Мы надеемся, что приедут. И такое, скажем, светское уже составляющее этого мероприятия, некое театрализованное действие, которое внутри Кремля мы планируем также организовать. Рязанцы, я думаю, что хорошо знают, как это получается. И любят. Любят, да. И праздник Петра и Февронии наверняка помнят. Помнят концерты симфонической музыки. И новый опера к нам приезжал с постановками. Мы понимаем, что это такая уникальная сценическая площадка в естественных декорациях Рязанского Кремля, который погружает просто в историю. Вот хотим использовать всю уникальность этого места, чтобы еще больше такое проникновение в эту тему у нас там произошло. И в рамках же этого большого мероприятия регион будет принимать большую всероссийскую конференцию учителей русского языка. Мы проводим такой параллель с темой истории, с обязательным сохранением русского языка, как обязательным условием сохранения нации. И говорить о патриотизме нельзя без необходимости акцента на этот аспект. То есть вот такая большая всероссийская конференция учителей русского языка в эти дни у нас тоже будет проходить в Рязани. Мы станем центром. Тоже понятно, потому что и имя Срезневского связано с Рязанской областью. Поэтому вот такой большой проект у нас будет в августе. Мы сейчас к нему готовимся. Ну это великолепно. Это от имени всех учителей русского языка, поскольку я бывший учитель русского языка. Больших не бывает учителей русского языка. Нет, мы не действующих. Да, естественно, огромное спасибо за то, что русский язык все-таки у нас так вот поднимается. И без йогуртов и прочих вещей все-таки русский язык должен быть русским языком чистым, правильным, хорошим, несмотря на то разговорный он или другой, тем не менее. Спасибо. Я уверен, что все пройдет отлично, как говорится, даст Бог, потому что дело уж более хорошее. Ну а мы, естественно, всяческую информационную поддержку этому окажем, потому что хочется все-таки и самим прислониться к этому возрождению, может быть, становлению нового патриотизма у нас. И вместе с вами мы будем. Большое вам спасибо. Спасибо вам за доброе пожелание. Успехов. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. Всего доброго.